111 показов, 29 площадок. Всю неделю жители республики были соучастниками 14-го международного кинофестиваля. Сегодня на торжественном закрытии главные награды форума статуэтки «Оне» нашли своих героев. Аплодировала вместе со всеми моя коллега Юлия Важенина. Камера, мотор, поехали. Итак, вот и настал День Икс. Пять дней жители и гости столицы Чувашии смотрели фильмы, посещали мастер-классы, ну и, конечно, говорили о фильмах. И вот сегодня откроется главная интрига кинофестиваля, мы узнаем имена победителей. Но это будет чуть позже, а пока давайте узнаем впечатления жителей Чувашии о кинофестивале. То искусство, которое представлено на подобных кинофестивалях, оно, скорее всего, ну, я не скажу для избранных, да, но для людей все-таки с несколько более другим немножко подходом, да, более высоким художественным вкусом, возможно, более другим отношением к кино. Конечно, массовый зритель, возможно, такое кино не пойдет, но все в наших руках, мы можем дотягивать массового зрителя до этого уровня. Я бываю на кинофестивале каждый год, и это, конечно, это важно, это нужно для, особенно подрастающего поколения, познакомиться с этнографией, с игровым кино и вообще быть в курсе всех событий, особенно для молодежи, это особенно актуально. Среди зрителей фестиваля не только любители, но и профессионалы. Например, Любовь Соболева привезла в Чебоксар и свой фильм, но почти не пропускала показы коллег. Мне очень понравилось большинство фильмов, процентов 70 меня прям глубоко тронули и впечатлили. Я не ожидала, что настолько будут великолепные фильмы такого уровня. Это было невероятно интересно, очень разные, все затрагивали разные социальные темы, какие-то проблемы. Впервые кинофестиваль заявил о себе в июне 2008 года. В Чебоксары съехались известные актеры и режиссеры не только ближнего, но и дальнего зарубежья. США, Финляндия, Великобритания, Индия, Грузия, Эстония. За 14 лет география кинофорума значительно расширилась. Ежегодно в числе членов жюри именитые режиссеры, сценаристы, актеры. Именно перед ними стояла самая трудная задача – определить победителей. Авторское кино – это такая беседа со зрителем, чтобы он не просто тебя выслушал, а чтобы он еще проучаствовал, чтобы он что-то тебе бы ответил. Это очень важно. Мы зачем идем в кино? За ощущениями. Мы идем за эмоциями прежде всего. И я вам скажу, что эмоциональный фон у фестиваля был достаточно высокий. Я очень этим доволен. И несколько фильмов просто на меня произвели серьезные впечатления. Я получил огромное удовольствие. Вот именно несколько фильмов прямо так, чтобы ах. Лучшим этническим фильмом фестиваля стала картина режиссера из республики Саха Никандра Федорова «Потанцуй со мной». Это кино завоевало сразу две награды. Жюри отметила лучший сценарий. Единогласным решением определили и победителя среди игровых фильмов. Итак, главной картиной 14-го международного кинофестиваля стала работа Яна Комаса «Тело Христова». Это справедливое решение и это правильный финал нашего замечательного фестиваля. Чебоксарский кинофестиваль прощается со своими зрителями, но только до следующего года. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика.